МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Курганру в студии Елена Волкова. О самых интересных событиях в регионе расскажут наши корреспонденты. И сегодня в выпуске. Сравняться с соседями по экономическим показателям. Инновационный путь развития зауральев под рабочего визита обсудил полтрет Игоря Халманских с губернатором Олегом Богомоловым. Антимонопольщики уличили агентство ипотечные корпорации в ущемлении интересов зауральцев. Итоги работы подвели в Курганском УФАС. Четырехлетний Саша ищет маму. Психологи отмечают высокий уровень развития воспитанника в урганского детдома и надеются, что он найдет любящих родителей. В свой очередной рабочий визит в Зауралье полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Халманских начал с посещения МФЦ. Многофункциональный центр был открыт в Зауралье в прошлом году. Согласно постановлению правительства России такие учреждения должны быть оборудованы по последнему слову техники. Директор Курганского МФЦ Андрей Дмитриев провел экскурсию по зданию и рассказал, к открытию закупили современное компьютерное оборудование, а в зале ожидания для клиентов работает система поддержания микроклимата. Однако, по мнению полупреда, услугами центра с января 2013 года воспользовались слишком мало зауральцев. Всего было оказано 255 государственных услуги и проведено 717 телефонных и устных консультаций. Пока немного, потому что только начали. Люди в основном сейчас идут в органы, они привыкли по старинке. Мы сейчас проводим довольно большое мероприятие по рекламе нашей и вот по Росрегисту очень здорово пошли люди к нам, потому что мы быстрее делаем и комфортно случаем. Следом полномочный представитель президента отправился на спортивные объекты Кургана. Во дворце спорта «Молодежный» в Ледовой арене «Юность» он интересовался посещаемостью секций и их технологичным наполнением. Губернатор Олег Богомолов и заведующий Ледовой ареной Сергей Андропов рассказали, что только за выходные в год на корте катаются свыше 37 тысяч любителей фигурного катания. Помимо этого на льду тренируется детская хоккейная команда, маленькие фигуристы, команда ветеранов и любителей хоккея. Создали условия для того, чтобы здесь нормально можно было тренироваться. Поэтому надеемся, что результаты будут, желающих много. Мама и папа сюда с удовольствием вводят. Ну и свободное время хоккей здесь. У нас и любительский хоккей сегодня. Чемпионат идет. На корте в это время тренировались чемпионы России и молодежная хоккейная команда «Юниор». В эту субботу стартует плей-офф. Финальная часть чемпионата, на которой нашим хоккеистам предстоит сразиться с соперниками из Риги. Увидев фотографию Олега Богомолова в хоккейной форме, Игорь Халманских поинтересовался, как часто глава за Урали выходит на лед. В этом году вот один раз вставал, с луком здесь на коньках приходил, в этом году не получилось, и говорю, что так-то я стою на коньках, катаюсь, все, положу. О цели своего визита Павел Пред рассказал журналистам на пресс-конференции, которая состоялась в правительстве Курганской области после совещания Игоря Халманских с губернатором региона. Для Заурали определены три пути развития – инерционный, инновационный и энергосырьевой. По словам полномочного представителя президента, такие же разработаны во всех остальных регионах УРФО. Однако, чтобы Курганская область оказалась наравне с соседями, она должна держать курс на инновации. Сейчас же пока действует инерционный путь развития, из-за чего некоторые показатели значительно отстают от плановых. Вызывают серьезные опасения, низкие темпы роста показателей реальной доходы населения и инвестиции в основной капитал, свидетельствующие об инерционном развитии региона. При этом реальные доходы за последние два года даже снизились на 1,1%. Тем не менее, по словам Игоря Халманских, области удалось достичь успехов в некоторых сферах социальной жизни зауральцев. Но предстоит сделать еще больше. Заураль выбрала для себя непростой, но абсолютно правильный инновационную стратегию развития. И это амбициозные задачи, конечно, для такого региона, как Курганская область. Но без таких амбициозных задач Курганской области никогда не выбиться из отстающих и не сравняться с соседями по Уральскому федеральному округу. И вот несмотря на всю эту трудность и амбициозность этих задач, все, будем так говорить, предпосылки для того, чтобы все-таки встать на инновационный путь развития у Курганской области есть. Олег Богомолов пояснил, срыв плановых показателей развития связан с международным финансовым кризисом. Мы ее разрабатывали в седьмом году, утвердили в восьмом году. За это время много чего произошло. С учетом анализа итогов 2012 года, мы, безусловно, программу стратегии до 2020 года откорректируем, но основные показатели, которые там заложены, они будут незыблемыми. То есть нам нужно в промежутках, кстати, более детально еще разобраться и посмотреть, что у нас будет происходить. Губернатор и полномочный представитель президента прокомментировали и создание в области многофункционального центра. По словам Игоря Халманских, строительство подобных учреждений ведется с большим отставанием от графика во всех регионах Уральского округа. Поэтому выполнение поручения президента о доступности госуслуг для населения будет на особом контроле в полпредстве. Юрий Пестерев, Александр Менчиков, Светлана Барагина, информационное агентство Курган.ру. В Кургане в торговом центре Пушкинский получил травму ребенок. Родители боятся, что дочь останется инвалидом. Пострадавшую навестила Елена Валиева. Татьяна Жижина вместе с мужем пошли в кино, а троих детей оставили в игровой комнате на полтора часа. По возвращению узнали, что перекладина, на которой висела их 9-летняя дочь Ангелина, провернулась. Девочка упала. Она пожаловалась на боль в спине, шее и голове. Дома родители не обнаружили на теле ребенка никаких повреждений. Однако уже на следующий день Татьяна с мужем повезли дочку в травмпункт. Врачи вынесли вердикт – компрессионный перелом позвонков. После двухнедельной госпитализации в больнице «Красный крест» Ангелину отпустили домой. Родителям пришлось доказать для ребенка специальный корсет, который стоит около 15 тысяч рублей. Обращались мы в полицию, написали заявление, наняли адвоката. То есть сейчас как бы без суда не обойтись, мы так поняли. Сейчас устанавливается тяжесть вреда здоровью. То есть исходя из этого уже будем как бы в суде. Теперь 9-летней Ангелине нельзя сидеть, много ходить. И так будет продолжаться еще как минимум полтора месяца. Школьные учителя приходят к ней на дом. Родители намерены добиваться возмещения морального и материального ущерба. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют в городском управлении внутренних дел. Идут проверки, после чего дело будет передано в Следственный комитет. Юристы торгового центра «Пушкинский» отказываются комментировать ситуацию, пока идет внутреннее расследование, так как не видят случившимся вины владельцев игровой комнаты. Елена Валиева, Александр Киселев, Светлана Брагина, информационное агентство «Курган.ру». В экономику за Урали за 12-й год инвестировано 34 миллиарда рублей. Социально-экономическое развитие области обсудили в правительстве главы департаментов и представителей городских округов и районов. По сравнению с 2011 годом в регионе выросли объемы промышленного производства, оборот розничной торговли, платные услуги населению, грузооборот транспорта и ввод жилых домов. Самыми высокими показателями могут похвастаться турфирмы. Объемы их услуг выросли вдвое. С увеличением рождаемости поднялись и показатели ипотечного кредитования. На рынке на ипотечном у нас в целом в прошлом году объемы составили порядка 5 миллиардов 600 миллионов рублей. Это довольно-таки серьезные результаты. И надо сказать, что процентная ставка по ипотечным кредитам в Курганской области отмечена как самая низкая в Российской Федерации. В рамках программы ипотечной у нас в прошлом году было выдано порядка 1600 кредитов. Из них 950 на первичном рынке, то есть под новое жилье. Важнейший экономический итог 2012 года это снижение безработицы, подчеркнули на совещании. Положительную тенденцию в первую очередь мы имеем по уровню безработицы и по напряженности на рынке труда. Это, конечно, сказалось по количеству лиц, которые обратились в службу занятости. И на 1 января 2013 года мы вышли с численностью 7600. Это гораздо ниже, чем до кризисного периода 2008 года. Создание благоприятного инвестиционного климата и комфортных условий работы для предприятий остается важной задачей на последующие годы. Несмотря на выполнение плана по привлечению инвестиций, трудностей еще хватает. Из 26 муниципальных образований только в семи реализуются инвестиционные проекты с привлечением внебюджетных источников. Ну, я могу назвать, ну, понятно, это город Курган и город Шадринск. Также это Далматовский район, Каргопольский, Китовский район, Чистоозерский район, Юргомышский район. Снижение же произошло, причем значительно, в Лебячевском районе всего 48% к уровню прошлого года, в Аргашинском районе 56%, в Притовольном районе 60%. Особо отметили сдвиги в поддержке молодых предпринимателей и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Бизнес-инкубатор Курганской области реализовал две программы. Это массовые программы обучения для по школе начинающих предпринимателей и федеральную программу «Ты предприниматель». Мы смогли создать около 70 субъектов малого предпринимательства, именно молодежного, молодых людей до 30 лет. Долгосрочной задачей, реализуемой к 2020 году, должна стать организация в стране 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест. Доля за Урали в этой цифре 146 тысяч. Андрей Бахарев, Василий Малухин, Андрей Глазырин, Александр Бывальцев, информационное агентство «Курган.ру». Капитальный ремонт 36 школ за Уралье, текущий ремонт 575 образовательных учреждений. Такие достижения за прошедший год отметили в Главном управлении образования Курганской области. Продолжалась модернизация учебного оборудования, то есть покупались кабинеты по основным предметам естественно-научного цикла. У нас приобретено спортивное оборудование и обеспеченность спортивным оборудованием достигает 75%. Это значительный рост практически на четверть с предыдущим периодом времени. Помимо классного оборудования увеличилось число закупленных компьютеров. Теперь на одну умную машину приходится 9 учащихся. Ранее этот показатель составлял 12 человек. В приоритете остается и транспортная доступность общего образования для сельских школьников. 39 новых автобусов получили районы в прошлом году. В этом речь идет уже о замене устаревших по ГОСТам автобусов новыми моделями. Оснащение школ теплыми туалетами также становится первоочередной задачей на текущий год. Новыми кабинетами физики, математики, биологии, химии и ОБЖ школы обзаведутся к 1 сентября. Классная мебель и бесплатные учебники будут предоставлены образовательным учреждениям в 100% объеме. За текущий год специалисты обещают полностью подготовиться к вступлению в силу нового закона об образовании, когда в учебный процесс внедрят технологии дистанционного обучения. Дистанционные технологии, они дают возможность индивидуализации обучения. То есть уже ученик в малокомплектной школе не завязан только на одного учителя. У нас один учитель может ввести 5-6 предметов. А здесь у него есть возможность выйти, либо вообще на федеральные порталы. Оксана Савакова, Василий Малухин, Александр Киселев, информационное агентство Курганру. 243 зауральца совершили преступления в сфере экономики. Об этом рассказал журналистом начальник управления экономической безопасностью и противодействия коррупции МВД по Курганской области Максим Шевелев. В прошлом году 142 человека привлекли к уголовной ответственности. Зарегистрировано 53 преступления по получению взятки. Из них 32 дела направлены в суд. Средняя сумма взятки составила 18,5 тысяч рублей. Кроме этого, сотрудники ведомства выявили несколько тяжких резонансов при выступлении, в том числе депутатами областной и городской думы, главами районов. В результате наша область оказалась единственным регионом на Урале, в котором к ответственности привлечены лица, занимавшие столь высокие посты. Можно назвать Москву, Санкт-Петербург, еще буквально 2-3 субъекта. Нигде не привлекался к ответственности человек уровня заместителя губернатора. Нигде не привлекался к ответственности человек уровня действующего депутата областной думы. Но я уже не говорю о руководителях сельских образований. Сейчас мы последовательно раскрываем эти дела, направляем в суд. Но у нас действует пилотный проект на территории Урала по борьбе с коррупцией. И отвечает за реализацию данного пилотного проекта генеральный прокурор по УРФО. Максим Шевелев пообещал, что в ближайшие 2-3 месяца жители за Уралью узнают еще о нескольких громких делах. В Заурале составлен реестр аварийных многоквартирных домов. По состоянию на 1 января 2012 года в него попали 364 здания. Работа над документом велась в течение трех лет. Реестр аварийных многоквартирных домов составлен для фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Аварийные строения, выявленные после 1 января 2012 года, фондом рассмотрены не будут. По мнению областного правительства, это должно остаться на совести руководства муниципальных образований. Со 106 мы упали до 98 тысяч квадратных метров. Это у нас в принципе реестр, мы с вами считаем, что он у нас объективный. Или все-таки вот, Валерий Владимирович, вы знаете, что у нас есть примеры. Дома, не попавшие в реестр, в случае ЧП будут расселяться только за счет средств областного бюджета. Фонд участвует в переселении граждан, проживающих во внесенных в список домах. Общая стоимость программы свыше 3 миллиардов рублей. 70 на 30 процентов или 50 на 50, таким будет участие федерального бюджета в предстоящем расселении. Значит, жилые дома, которые признаны до 1 января 2012 года аварийными, должны быть расселены в срок до 31 декабря 2015 года. Мы должны снести 322 аварийных дома и отселить 82 тысячи квадратных метров жилья. Из 364 многоквартирных объектов 42 уже участвуют в программе расселения. 5 тысяч квадратных метров составляет пустующее жилье, в котором никто не проживает. На расселение оставшихся 322 домов в областном бюджете должно быть предусмотрено по 500 миллионов рублей ежегодно. Марина Белкина, Василий Малухин, Александр Киселев, информационное агентство Курган.ру. Контроль за рекламой и недобросовестной конкуренцией – такова стезя Федеральной антимонопольной службы. Курганские специалисты рассказали о наиболее значимых для региона делах и подытожили результаты своей деятельности в 2012 году. В основе любой экономики лежит конкуренция, нарушение правил которой чревато серьезными последствиями как для хозяйствующих субъектов, так и для населения. Контроль за соблюдением правил честной торговли, рекламы и выполнения госзаказов осуществляет Федеральная антимонопольная служба. Накануне Курганское управление подвело итоги своей деятельности за год. В Курганском УФАС вырабатывались прецедентные правовые позиции. То есть такие позиции, которые еще не рассматривались на территории Российской Федерации, по которым отсутствует какая-либо административная или судебная практика. Эти позиции вырабатывались, оценка этим позициям была дана судами. Наиболее резонансными делами стали разбирательства в сфере ЖКХ. Так, позицию антимонопольщиков в деле о вывозе жидких бытовых отходов Курган водоканалом поддержал арбитражный суд, который заключил, что права пострадавших жильцов многоквартирных домов все-таки были ущемлены. Дело же о незаконном порядке заключения договоров об ипотечном кредитовании Курганской ипотечно-жилищной корпорации вышло на федеральный уровень. Корень зла окрылся в предписаниях, выданных местной корпорации, главенствующим над ним агентством по ипотечному жилищному кредитованию. Интерес горожан также вызвало нашумевшее дело о ПИСЦ, когда бурю обсуждений вызвала неоднозначная реклама нового в Заурале оператора связи. Многие жители региона сочли ее оскорбительной, углядев в ней нецензурный подтекст, что и стало поводом для разбирательства. Однако антимонопольная служба не всегда принимает жесткие меры к нарушителям. Появился институт предупреждений. То есть, когда до возбуждения дела антимонопольный орган при наличии признаков таких нарушений, как отказ от заключения договора, навязывание невыгодных условий договора, должен выдать предупреждение. Ежели оно исполняется хозяйствующим субъектом, то уже дело не возбуждается. Не всякий государственный орган может похвастаться таким разнообразием дел. В силу своих полномочий Курганское управление продолжает стоять на защите интересов потребителей, независимо от их юридической формы и всегда готова принять заявление о нарушении их законных прав. Дарья Федерягина, Александр Киселев, информационное агентство Курганру. Совместно с правительством Курганской области в рамках программы Зауралья без сирот информационное агентство Курганру продолжает проект «Ищу маму». Мы рассказываем о тех, кто пока лишен материнского тепла, но так в нем нуждается. Сегодня мы расскажем о 4-летнем Саше. Последнюю. Самую большую. Мама. Мама, да? Вот. Покажи, какая матрешка. Вот такая матрешка получилась. Саша очень любит собирать матрешки, пазлы, пирамидки. В этом ему помогают природная усидчивость и любознательность. Саша очень умный, доброжелательный мальчик, улыбчивый. И очень любит общаться с незнакомыми людьми. Несмотря на свой юный возраст, ему всего лишь 4 года, он умеет занять себя самостоятельно. И очень часто придумывает какие-то игры. Чтение книг вслух – еще одна страсть Саши. Он отлично запоминает стихи и с удовольствием рассказывает их. Высокий уровень развития внимания, слуховой и зрительной памяти, воображения – лучшие качества мальчика. Муха, муха, цыка, муха, глаза, очи, муха, муха, попалю, муха, денежку нашла. На занятиях со специалистами Саша активен. Очень ответственно относится к выполнению поручений. Он любознательный и наблюдательный ребенок. На занятиях его глаза горят. Он любое дело доводит до конца. Он охотно общается со взрослыми, так и с детьми. У Саши есть речевой дефект, заикание, которое не мешает ему общаться. Эту проблему можно преодолеть в спокойной семейной обстановке. Саша находится в детском доме один. У него нет ни братьев, ни сестер. Надеемся, что в скором времени сказки и стихи Саши будут читать не воспитатели, а любящие родители. Более подробная информация по телефону в Кургане – 25 53 34. Светлана Епифанова, Александр Киселев, информационное агентство Курган.ру. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Впервые на ринге против иностранцев. В селе Чистозерии проходит отборочный этап международного чемпионата по боксу. За спаррингами наблюдала наша съемочная группа. Своеобразная контрольная работа после нескольких лет занятий боксом. Так окрестил эти соревнования организатор боев, президент Федерации любительского бокса Курганской области Дмитрий Ильтиков. В эти дни на ринге Чистозерия встретились 12-летние подростки. Здесь лучшие мальчишки с Уральского федерального округа, которых мы пригласили, для того, чтобы они готовились к турниру, который будет проводиться в Магнитогорске. А он есть международный. Проходить будет по той же системе, как мы проводили летом здесь, в Чистозерии у нас. То есть там будет 5 команд. Основной состав сборная России и 3 команды из ближнего зарубежья. Юные по возрасту боксеры уже имеют за своими плечами десятки боев на ринге. Однако такой международный формат встречи для всех в новинку. Бойцы из областей Уральского округа и нескольких регионов Казахстана провели по несколько спаррингов каждый. Позавчера у нас проходили спарринги. Там мы сделали отбор основной команды, которая поедет в Магнитогорск. То есть здесь она не выступает. 16 человек мы отобрали. И вот те, которые остались, ребята, они здесь проводят матчевые встречи с Казахстаном. Это у них просто опыт. То есть они здесь набираются опыта и оттачивают свое мастерство. По признанию организаторов соревнований, Чистозерских мальчишек на ринге пока нет. У них еще слишком мало опыта. Но уже через пару лет активных тренировок болельщики смогут наблюдать их на всероссийских и международных состязаниях. Юрий Песерев, Андрей Глазерин, Светлана Брагина, информационное агентство Курган.ру, село Чистозерие. Давно вкусное лакомство. Мед заслужило звание одного из самых эффективных средств, помогающих в борьбе с простудными заболеваниями. Где приобрести качественный мед, мы расскажем в рубрике «Время успеха». Помните ли вы тот вкус меда, который мы пробовали в детстве? Его неповторимый аромат, цветов, лугов и солнца. Кажется, такого меда уже нигде не найти. Но это не так. Во Дворце культуры железнодорожников открылась выставка меда с пасеки монастырской. Этот медок как будто бы прибыл из далекого детства. Мы представляем мед пасеку монастырской. У нас более 20 разновидностей меда. Мед начинается с классического, до некрасторукши, разнотравья. Потом идет мед с маточным молочком, с пергой, с пыльцой, с прополюсом. На выставке вы также найдете и попробуете азовскую халву, классическую с арахисом, кунжутом и маком. А фруктово-ягодный конфитюр заменит сладкоежкам конфеты и шоколад. Конфитюр – это натуральная ягода, бланшированная на пару. Добавлен яблочный пектин, как загуститель. Эта ягода, она используется как для пирожков, не растекается. Можно также кушать с творогом, с кашей. И если кушать диабетский, у них, конечно, не для всех, но сахар не повышается. Мед – это не только вкусный десерт и природное лекарство, но и прекрасный подарок к праздникам. Выставка меда с пасеки Монастырской ждет вас во Дворце культуры железнодорожников с 21 февраля по 3 марта с 9 утра до 7 вечера. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Сейчас смотрите прогноз погоды, а я желаю вам только хороших новостей и увидимся. Торговая компания «Упакоша» предлагает подарочную цветочную пищевую упаковку, одноразовую посуду, пакеты, укрывной материал. Некрасова, 15А, секция 6, телефон 606-757. Живые, экзотические и загадочные животные. Парад обезьян, мир тропиков. Курганский областной краеведческий музей с 6 февраля по 4 марта. Успеете на распродажу! Только с 16 до 23 февраля. Кредиты по специальной цене. Во всех отделениях Восточного экспресс-банка. Триколор ТВ – это пакет российских телевизионных программ для бесплатного индивидуального просмотра. Триколор ТВ – это многопрограммное телевидение для районов, удаленных от эфирных передатчиков, для жителей деревей и дачных поселков. Триколор ТВ – телевидение всей России без абонентской платы. Официальные партнеры в Кургане – Курьер Сетилайт. Улица Кольмиготина, 124А, офис 304, телефон 467-222. Уже в детстве мы осознаем, как важен для человека дом. Настоящий, в котором можно строить свое будущее. Дети растут, мечты превращаются в планы, а планы воплощаются в жизнь. Думать о будущем стоит в настоящем времени. И в вашем настоящем доме. БК «Недвижимость». Если вы по-настоящему выросли. Алло, Стас, привет. Мы с тобой сегодня договаривались выбрать подарки на 23 февраля. Ты где? Катюш, не успеваю. А что случилось? Пытаюсь пожарить картошку, но ничего не получается. Прости, не могу говорить. Все подгорело. Пока. Ну вот, купили подарочки. Так, а я ведь Стасу подарок не купила. Что бы ему подарить? Раз он так любит готовить, подарю-ка я ему аэрогриль «Хоттер». Здравствуйте. Здравствуйте. Подсказать что-то вам? Посоветуйте мне, пожалуйста, такой аэрогриль, с которым мог бы справиться даже ребенок. Они все просты в использовании, только у них есть отличия. Первые три модели здесь механическое управление. И одна скорость вентилятора высокая. То есть, допустим, часть продуктов вы не приготовите. Вот у этих моделей идет уже три скорости вентилятора – низкая, средняя и высокая. На них вы уже приготовите все. Аэрогриль «Хоттер» поможет приготовить вам курицу, гриль, барбекю, шашлык, картофель, мундири, йогурт и варенец, творог, супы, беляши, чебуреки. Посушит зелень, фрукты, сухари, пожарит семечки и сделает за вас многое другое. А насколько полезны блюда, приготовленные в аэрогриле? Блюда получаются очень полезны. На плите суп у вас варится, в аэрогриле томится. На плите, допустим, вы что-то жарите, у вас жареное все получается, в аэрогриле все получается печеное. Курочку вы готовите, у вас весь жир стекает, весь холестерин. Курица получается сочная, очень хрустящая. Мне кажется, аэрогриль «Хоттер» – это прекрасный помощник на кухне как для женщины, так и для мужчины. Спасибо за покупку, готовьтесь с удовольствием. Спасибо. Милые девушки, не за горами праздник 8 марта. И качество вашего подарка целиком и полностью будет зависеть от того, как вы поздравите своих защитников Отечества. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Мария Скокова. В предстоящую пятницу большая часть Урала и Западной Сибири окажется во власти обширного североатлантического циклона. Это значит, что регион закроет плотные облака, пройдут небольшие снегопады, а в воздухе чуть потеплеет. В Екатеринбурге днем минус 5-7 градусов, в Челябинске минус 7-9 градусов, в Тюмени минус 6-8, местами небольшой снег. В Кургане ночью облачный, небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха минус 11-13 градусов. Днем в Кургане при обладании улочной погодой, возможно, небольшой снег. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха минус 8-10 градусов. Атмосферное давление будет слабо падать. 22 февраля солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Успейте на распродажу! Только с 16 до 23 февраля. Кредиты по специальной цене. Во всех отделениях Восточного экспресс-банка. Как в Рио найти точку приема объявлений? Все просто. Беги на зеленый. Найди свою активную точку. Торговый центр Рио. Огромный выбор готовых очков. Более тысячи номинований по цене от 50 рублей. А также большой выбор контактных линз. Салон оптики Аквилон. Криволапова, 28. Уже в детстве мы осознаем, как важен для человека дом. Настоящий, в котором можно строить свое будущее. Дети растут, мечты превращаются в планы. А планы воплощаются в жизнь. Думать о будущем стоит в настоящем времени. И в вашем настоящем доме. БК «Недвижимость». Если вы по-настоящему выросли. БК «Недвижимость».